Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор, сегодня разберем потенциальное движение биткоина, его цели, а также дам какие-нибудь рекомендации и советы. Поэтому заварив чаек, присаживайся поудобнее и давайте потихонечку начинать. По биткоину ситуация довольно неплохая и за пару недель мы смогли отторговаться аж до 21 400 долларов, а это между прочим 18%. С чем связан такой рост, очень легко объяснить. Переходим на сайт CoinGlass и проверяем график ликвидации и что мы наблюдаем, в течении всего этого времени мы то и видим, что ликвидации по шортам. Не отрицаю тот факт, что во время движки мы нашли собственно дно, но исходя из прошлой истории, вот этот мощный объем могут спокойно пролить. Поэтому рекомендую не лезть на всю котлету, обязательно выделяйте определенное количество фиат для инвестиций и вкладывайтесь частями, усредняйтесь и будет вам счастье. К тому же индексы S&P500 потихонечку начинают давить. После падения примерно на 6% был небольшой отскок, но сразу же начали давить вниз. А что это означает, то что скорее всего биткоин пойдет след за ним, поэтому будьте крайне осторожны. А вот что касается альткоинов, довольно приятная ситуация. На фоне роста биткоина многие альткоины неплохо стрельнули. Взять тот же Бен протокол, который я рекомендовал в своем закрытом чате, дал за неделю 140% профита. Лид за неделю вырос на 46%, суши свап сделал за месяц 60% и кстати я рекомендовал его покупать на ютуб канале. Ну и конечно же хобби токен, 113% роста и он продолжает расти. Ролик также выходил, ну и остальные активы потихонечку тоже начинают расти. С глобальными покупками для того, чтобы заработать в средний срок либо в краткосрок. Я бы на вашем деле сейчас этого не делал, так как есть вероятность, то что после шартов начнут давить ланги. На пустых объемах очень легко манипулировать спекулянтами, поэтому спокойно, без эмоций, закупаемся, усредняемся и продолжаем ждать. И кстати напоминаю, завтра будет рубрика пополнения нашего золотого виртуального портфеля. Каждую неделю на 100 баксов. Это будет уже 18-я покупка и как-то так странно получается, то что наш виртуальный портфель в плюсе аж на 169 долларов. Вроде бы медвежка, закупаемся уже довольно давно. И те зрители, которые оставляли комментарии, то что усреднение не работает, ну вот что вы теперь скажете. Индекс страха и жадности биткоина находится в страхе. Отметка 38. И приближается к среднему значению. Между жадностью и страхом. Толпа сейчас вообще не понимает, что делать. Вроде бы и покупать страшно, и продавать не хочется. Поэтому предлагаю идти против толпы. Не суетиться и продолжать холдить свои активы. Ни в коем случае не продавать. В целом ситуация на рынке довольно позитивная. По биткоину мы видим довольно приятные цены. Я лично покупал биткоины по 69 тысяч долларов и покупаю по сегодняшний день. Но это не имеет никакого значения, потому что цена реализации товара будет намного выше покупной. Поэтому я продолжу его покупать вплоть до его прошлого олл тайм хая. У каждого своя методика по заработку. У меня лично такая. Есть ли шанс то, что биткоин могут пролить на 10 на 5 тысяч долларов? Ребята, шансы есть. Но есть и другая сторона медали. Мы также можем остаться в данном диапазоне от 18 до 21 тысяч долларов. На очень и очень долгое время. А вам я хочу пожелать хороших выходных, кучу иксов, много здоровья и терпения. Ребята, все с вами переживем. Это не первая наша медвежка. Всем до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова